Всем привет и добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хотела бы поговорить с вами на такую тему как успешно найти работу, как найти работу своей мечты какими нужно придерживаться правилам для поиска той или иной работы и возможно вы уже эти некоторые советы, которые я сегодня дам, уже знаете но возможно знали, но не применяли, поэтому сегодня я их напомню а также в комментариях поделитесь вместе со мной какими прибегаете вы способами для поиска работы и нашли ли вы работу своей мечты первое, самым главным нужно определиться с профессиональной деятельностью нужно выявить какие сильные стороны у вас и какие сильные стороны той или иной профессии помните всегда, что иногда не самое главное начинать с самых высот лучше всего начинать с низкого старта, но быстро продвигаться по карьерной лестнице вверх чтобы добиться уже более каких-то значимых высот для развития не только себя, но и в профессиональной деятельности для того, чтобы узнать, какая подойдет вам профессия и в какой профессии вы найдете сами себя возьмите листочек, напишите сильные стороны ваши, чем вы любите увлекаться и что бы для вас приносило радость в той или иной сфере деятельности потом, подсуммируя все, вы сможете увидеть, какая профессия вам больше всего подходит следующим и немаловажным этапом это, конечно, составление CV и CV, конечно же, это залог вашего успеха я не знаю, как в других городах и странах, но в Польше CV играет очень большую роль если вы ищете хорошую работу поэтому нужно немножко потратить времени для составления более корректного и хорошего CV я уже вам говорила, что не хочется мне там рассусоливать какие-то нюансы и пункты как составить CV в интернете куча-куча-куча примеров а также куча видео по этому поводу я думаю, вы сможете найти то CV, которое подходит вам но дам несколько советов, как правильно составить CV и его содержание первым немаловажным, это, конечно же, ваша фотография и помните, что не нужно оставить фотографию с ваших отпусков либо с вашим боевым раскрасом, новогодним мейкапом либо же небритой щиттиной сделайте фотографию дома просто поставьте перед собой камеру и сфотографируйте себя как на паспорт слегка улыбаясь, скромность украшает человека не забывайте это сделайте легкий макияж, подчеркните все свои достатки но при этом, чтобы дело естественно и было приятно на вас глянуть и еще мой совет по поводу резюме это подстраивайте резюме под каждую вакансию то есть, если вы ищете, например, менеджера по продажам и вот вы составили основу основ вашего резюме но, например, в менеджерах продажах требуется целеустремленность, отзывчивость, креативность умение находить общий язык с другими людьми налаживать контакт с новыми клиентами возьмите и напишите в своих характеристиках в пунктах, что вы креативный человек у вас легкий подход к общению с новыми клиентами составлению новой базы знаете, когда есть хотя бы 50% того что ищет работодатель в вашем резюме это значит, что вас, вероятнее всего пригласят на это собеседование что касается следующего пункта это знать источники, где искать эту работу сейчас масса-масса всяких предложений и не только в интернете но и даже на столбах улиц также в метро, в автобусах и на слуху у знакомых в общем, кто ищет, тот всегда находит то, что он хочет и, конечно же, проще всего начать с отправкой резюме через какие-либо сайты по работе в Польше этих сайтов очень-очень много также, если вы ищете работу здесь, в Польше то я вам советую еще не только отправлять эти резюме но и создать, например, свое резюме внутри этого сайта чтобы работодатель мог зайти и посмотреть ваше резюме даже бывают такие ситуации, что работодатель не выставляет свою вакансию на просмотр а наоборот ищет себе кандидатов тем самым он обеспечивает себя, чтобы ему не надоели со звонками но и тем самым он, просмотрев ваше резюме, например может вам просто набирать и договориться с вами на встречу и даже бывает так, что те скрытые вакансии так называемые, которые не видны для всех пользователей то есть, когда работодатель сам ищет себе кандидата намного более успешно, нежели если вы разыскиваете, рассылая резюме также пользуйтесь тем моментом и узнавайте, где работают ваши друзья возможно, именно на их работе требуются сотрудники и вы бы могли прислать им резюме если вы ищете здесь, в Польше работу то я вам скажу, что даже если вы ищете через знакомых эту специальность то позвонив в отдел кадра, вам все равно попросит отправить им на почту свое резюме так что пункт резюме вообще очень необходим для того, чтобы вас пригласили на собеседование хочу вас предупредить, что если вы ищете в Польше работу то обязательно в резюме в самом низу нужно будет вставить вот этот текст который вот здесь будет сейчас написан Польша заботится о защите персональных данных поэтому в резюме вы должны указать ваше согласие на обработку персональных данных и еще одним моментом, что касается в резюме чаще всего поляки, если дают вам отказ то они вам присылают письмо на почту то есть они вам не звонят и говорят извините, мы вам отказали, либо вообще не звонят отзываются, присылают ответ на почту что, к сожалению, мы нашли кандидата, который нам больше подходит под данную вакансию надеемся, что вы найдете свою работу и желаем вам успехов и удачи в основном всегда такой текст поэтому лучше всего создать действующую вашу почту в которой будет указана ваша фамилия, имя либо же хотя бы ваша будет фамилия но без всяких псевдонимов и кратких ласкательных имен и когда наступает тот момент собеседования то здесь некоторые нюансы, которые я вам посоветую это, конечно же, ваш внешний вид все равно, как ни крути, встречают по одежке, провожают по уму нужно отвечать на все вопросы спокойно, уверенно, твердо бывают такие нюансы, когда отдел кадров задает очень коварные вопросы с таким вот, каким-то непонятным смыслом и ты сидишь иногда и думаешь, что ответить, чтобы не выглядеть глупо так вот, они специально это делают для того, чтобы просто посмотреть как вы отреагируете вашу психологическую реакцию на тот или иной вопрос поэтому, когда вам задают вопрос прокрутите его быстренько через себя и поймите, что именно хотели они от вас не отвечайте сразу можете сделать немножечко паузу и потом сформулировать свою речь так достойно, чтобы можно было выложить ее и не выглядеть в глазах работодателя либо отдела кадров как-то неловко в беседаниях лучше не тарахтеть, что всего рассуждать и говорить спокойно с интонациями, без всяких эмоциональных выплесков держанная улыбка всегда это залог успеха в любой сфере еще, что касается здесь собеседований в Польше знайте, что поляки чаще всего на собеседованиях иногда могут начать разговор по специальности, почему вы ее ищете зачем она вам нужна и как долго вы хотели бы на ней работать и какой у вас опыт работы был раньше тут тоже желательно не врать а говорить по максимуму правду но чаще всего еще на собеседованиях после вот таких вот риторических каких-то вопросов поляки любят потом узнать немножко как-то, знаете, расположить к себе обстановку и начать разговаривать, где вы живете почему вы переехали что сопутствовало вашему переезду что вы здесь ищите нравится ли вам быть в Польше надолго ли вы собираетесь оставаться тем самым такие вопросы и разговоры немного тебя успокаивают изнутри и располагают такую более спокойную обстановку без нервов и без стрессов потому что, понятное дело, когда заходишь первый раз в кабинет руки трясутся в голове уже каша ты уже не помнишь вообще, где ты работала сколько тебе даже лет, когда тебя спрашивают поэтому вот такой ход событий, разговора о том, как у вас дела и как вам здесь живется в Польше они немножко располагают к себе делают атмосферу на собеседование более приятную и потом ты так более спокойно с глубоким выдохом начинаешь разговаривать и более спокойнее проходит собеседование что касается еще здесь в Польше то здесь любят собеседование делить на несколько этапов первый этап это ваше резюме обработка ваших данных второй этап это собеседование третий этап посмотреть, как вы работаете здесь идет не как уже стажировка а идет уже пробный период то есть за этот период вас смотрят в разных компаниях и в разных сферах деятельности все зависит тоже это бывает и от месяца до трех месяцев максимум за эти три месяца вас могут тестировать да, как можно сказать в работе смотреть, что вы умеете, что не умеете чему-то вас учить как-то вам помогать и в общем после этих трех месяцев тогда уже вы сможете подписать хороший договор да, либо там длительный контракт на данную работу поэтому советую вам даже если вы уже прошли собеседование и вас взяли на работу то не расслабляйтесь потому что здесь в Польше еще есть такой вот период на который вас смотрят и он не может длиться больше трех месяцев поэтому зарекомендуйте себя очень хорошо с самого начала и возможно вас будет ждать в конце хороший итог и продвижение по карьерной лестнице и что касается последнего этапа это заключение договора подписание умовы здесь я вам скажу несколько нюансов когда вы подписываете перед тем, точнее как вы подписываете прочитайте все пункты уточните у работодателя какая у вас будет зарплата как она будет насчитываться будет ли у вас страховка где вы будете проживать как вы будете доезжать будет ли вам оплачиваться транспорт иногда в некоторых компаниях выдаются служебные автомобили либо же если у вас есть свой автомобиль в некоторых компаниях специальные есть карточки где вы просто с помощью этой карточки можете обслуживаться то есть вы можете отправлять свою машину также все техосмотры обслуживания машины и поддержания в хорошем состоянии тоже могут быть за счет компании поэтому можете эти все нюансы проговаривать также если у вас будут отпускные больничные то проговаривайте эти моменты какая будет выплата и как это все будет оплачиваться потому что когда вы уже подпишете чтобы не было потом что вы о чем-то не договорились что-то промолчали не стесняйтесь спрашивайте потому что ведь от этого зависит ваша работа и от этого зависит ваша зарплата если вы не знаете хорошая фирма в Польше или нет вы можете проверить по сайту которым я оставлю вам внизу в инфобоксе отзывы на эту фирму и тогда вы более будете уверены и спокойны идя на свое собеседование да, в общем это все такие советы которые я вам могу дать сегодня надеюсь, что вы найдете свою работу и не бойтесь начинать с самых низких ступенек к своей профессиональной деятельности знайте, что если вы очень хороший сотрудник кто вас заметит и у вас будет карьерный рост да, что последние слова так что не переживайте на рынке труда очень много работ и вы найдете обязательно свою работу не работает тот, кто не ищет работа всегда есть и те люди которые очень сильно стараются то всегда достигают больших высот так что желаю вам удачи спасибо, что были сегодня со мной до конца с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео и всем пока-пока